Дорогие друзья, это Зона Лазерсона. Знаете, я порой обращаюсь к теме еды в искусстве. Еда в изобразительном искусстве, еда в литературе, еда в кино, в кино, в киноискусстве. Вот сегодня я хочу обратиться к литературе. Я очень люблю русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Ну, еще и потому, что он упоминает интересную еду в своих произведениях. И вот у меня давно выписана цитата из его произведения «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Вот сейчас я вам прочту кусочек и приготовлю блюдо, которое упоминается в этом кусочке. Я говорю о Гоголе, ребята, сейчас не путайте с Гуглом. Гугл – это другая история совсем. Николай Васильевич Гугл – хорошая была бы штука, да? Значит, вот я вам читаю. «Не стану описывать кушаньев, какие были за столом, ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об отрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке со сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень проходило, походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ну и так далее». Ну, несомненно, Гоголь пишет об этом в положительном аспекте, да, в оптимистическом аспекте. «Мнишки». Вот это то, что я вам хочу сейчас показать. «Мнишки» – это такие картофельные творожники. Посмотрите, как это просто и как это кайфово. Значит, вот у меня уже варится картошка. Я ее начал варить, ну, чтобы было быстрее. Она еще у меня жестковата, ну, пока я тут повожу с другими компонентами. Значит, вот у меня творог. Я сейчас возьму не так много творога. Сейчас возьму вот тут 250 граммов. Ну, давайте вот я беру полпачки творога. 125 граммов творога. Я сюда сейчас добавлю муку. Давайте я ее сейчас померяю стаканом, ну, чтобы вам было уже очевиднее, всем любителям мер и весов, так сказать. Вот так вот буду не торопясь. Практически, ребята, стакан муки. Вот тут у меня случайно получилось как раз муки сколько надо. Вот сюда, к творогу. Присолю. Кстати говоря, мнишки можно сделать и сладкими, а можно сделать не сладкими. Я делаю не сладкие сегодня. Значит, я только посолю. Одно яйцо, оденешенькое яйцо. Вот так. Вот это болванка. Здесь, по сути, сейчас есть все, кроме картошки, которая будет размята. Так что я сейчас немножко подожду, она сварится, я ее разомну, подую на нее чуть-чуть, чтобы остыло. Я добавлю сюда. Вот картошечка. Я сейчас возьму, смотрите, сколько картошки. Вот это половинка картошки. Вот это целая картошка. Одна. Вот я сейчас возьму где-то на уровне двух, две с половиной, три картошки. Вот сколько я взял, ребятки. Сейчас я это разомну. Не фанатично, так сказать. И даю ей немножко остыть. Чтобы она была тепленькой, но не горячей. Для этого потребуется еще какое-то время. Сейчас я ее переложу в другую миску, потому что эта миска уже нагрелась. Она будет долго остывать. Поэтому я сейчас переложу в холодненькую миску. Даже в такую вот большую. Да, для ускорения процесса. Распределю картошку тонким слоем по дну. Ну, это для ускорения процесса остывания. Да, вот так вот. Я просто работаю сегодня из-под ножа. Если бы я работал, имел больше времени, я бы просто дал остыть этому пюре. Вот так. Вот я сейчас подготовлю еще пространство для работы. Мне нужен стол. Я поэтому досочку сейчас свою пока фирменную уберу. Давайте я пока сейчас маслом налью в сковородку. Масло нужно, знаете, где-то в сковородке, чтобы было больше, чем полсантиметра слой. Чтобы очень равномерно происходила тепловая обработка мнишек. Поэтому масло я сегодня, увы, не имею права экономить. Вот пюреха все. Она стала уже тепленькой. Как раз такой пластичной. Я в этой миске буду делать замес. Вот, видите, так. В общем, мнишки, ребята, это такие картофельные творожники. Хотите, это можно назвать сырники, но с картошкой. Потому что в сырниках яйцо есть, мука есть. Но картошки нет. Но здесь картошки больше, чем творога. Понимаете? Поэтому это все-таки, да, картофельное блюдо, а не творожное. И вот я сейчас начну все смешивать. Сюда еще, вот сейчас, на этом этапе, можно плеснуть, ну, допустим, 2 столовые ложки молока. Раз ложка, два. Вот так чуть-чуть молочка для связки. И я, по сути, сейчас, как вы понимаете, сделаю тесто. Особенный замес в том, что его не надо слишком долго месить. Чтобы в нем оставался воздух. Чтобы не стали изделия такими, знаете, зарезиненными. Вот это важно. Есть такие виды теста, которые долго месить нельзя. Например, песочное тесто долго месить нельзя. Я, видите, поэтому делаю ложкой. И даже руки сегодня не буду включать. Потому что руки достаточно интенсивно, так сказать, разминают тесто. Да, перемешивают тесто. А я делаю, видите, это ложкой. Ну вот, тесто, по сути, готово. Ему, теоретически, можно дать отдохнуть в холодильнике. Как я это делаю с сырниками? Ну, мы вам дадим ссылочку внизу на концепцию моих сырников видео. Посмотрите, кто не смотрел про сырники. Здесь то же самое. Можно отдыхать этому тесту хоть ночь, хоть пару часов. Но я сегодня работаю из-под ножа. И, так сказать, можно без этого даже и обойтись. Теперь я начну потихонечку греть масло. Видите, масло хорошее у меня слой. Я уже об этом сказал вам. Ну и теперь технология дальнейшая. Точно как сырники. Колбаска. Нарезаем колбаску на отдельные фрагменты. Формируем из них такие вот беточки. Да, такие лепешечки, как сырники. И жарим вот в этом самом масле. Я сразу возьму салфетку. Сделаю такую промокашку. Я люблю все-таки изделия после масла. А здесь его много. Промокнуть от излишков масла. Я поставлю возле себя промокашечку. И мнишки сначала будут собираться на этой салфетке. Ну что ж, я беру часть вот этой массы. Стол в муку. Тоже я сейчас руками чуть-чуть это тесто вот так вот перемешаю. Но видите, как я аккуратно с ним работаю. И теперь уже превращу его в колбаску. Значит, вот. Где-то вот такие у меня будут мнишки. Четыре. Давайте я еще возьму. Я не буду, ребята, тут при вас уже жарить все изделия, чтобы не задерживать. Я вот штучек 8 сделаю. Очень аккуратные движения у меня. Вот такие как бы сдвигаю слои. Видите, изделия этой массы относительно друг друга. Эти слои немножко сдвигаю. Чтобы все было уж больно, да, действительно гуманно-гуманно. Я еле касаюсь сейчас теста при его раскатывании. Ну, вот это будет детский, маленький. Хотя они все детские, потому что дети это, кстати, любят. Повторяю, насыпь сюда сахар, тогда они будут сладкими. Я сегодня этот вариант подам со сметаной. Мнишки в сметане, да, помните? А если делать их сладкими, ну, тоже можно со сметаной, а можно и с вареницем. Пусть вас картошка не пугает. Картошка очень хорошо вписывается, кстати говоря, в такую сладкую десертную тему. Ну вот, значит, теперь я буду формовать сырнички вот такие вот. Кстати, на лепездорики тоже похоже. Посмотрите, лепездорики в моем исполнении на канале есть. Тоже похоже где-то. Ну, давайте сейчас с детской начну, посмотрим. Да, ничего, процесс жарки идет. Накрывать ни в коем случае не надо. Сейчас я возьму вилочку, потому что я люблю работать вилкой. Я думаю, что я сейчас все мнишки помещу как раз за один цикл жарки поджарю все. Да, есть, помещаются. Вот так, видите, достаточно высокое масло. Это нельзя назвать фритюром. Это просто жарко в таком нежадном количестве масла. Пахнет хорошо, кстати, пахнет хорошо. Творожок дает, так сказать, о себе знать. Вот они, румяные штукенции, видите, масло. Она повыше, поэтому масло их обрабатывает еще и с боков сразу. Поэтому, несмотря на то, что они высокие, толстенькие, а тепловая обработка здесь происходит эффективно. Они успевают прогреться внутри. Яйцо схватывает. Ну, здесь, по сути, сырые только мука и яйцо, потому что творог можно есть так, как картофельное пюре тоже уже было полностью готово. Здесь надо, чтобы схватилось яйцо и мука, естественно, успела прогреться. Ну, здесь все как раз получается в этом аспекте, ребята, идеально. Вот, посмотрите, мнишечка маленькая. Я думаю, что она готова. Вот ты моя хорошенькая какая. Вот, посмотрите на нее. Вот она моя. Тут у меня сейчас нагрев сколько, я сейчас скажу вам. Где-то 4-5 единиц из 9. Ну, средний нагрев, да, ровно посерединке шкалы. Видите, вот это определенно готово. Не удивляйтесь, что я работаю вилкой. Сковородка с покрытием, но я вилкой даже дна сковородки не касаюсь, поэтому имею право так работать. Просто вилкой мне уж больно удобно переворачивать изделие во время жарки. Так что абсолютно хорошая тема. Даже, знаете, можно утилизировать пюре осталось у тебя. Не съели сегодня пюре картофельное. Завтра возьми, сделай мнишки. Какая ерунда. Ничего сложного в этом нет. Ну, вот, собственно, ребятки. И сейчас только со сметанкой, собственно. Здесь хотите, подавайте сметанку отдельно. Хотите, подавайте ее на мнишках. Я вот сейчас их выложу горяченькие. Ну, руки терпят. Вот, вот эта маленькая пойдет в центр. И сейчас я просто возьму так вот смачно чутка сметанки. Ну, вы понимаете, что сметану уже это очень индивидуально. Кто-то кладет много сметаны, кто-то делится сметаной с другими людьми. Это вот как получится. Вот такая будет штука. Конечно, попробую вот эту маленькую. Я сегодня считаю себя ребеночком. Посмотрите, как, кстати, вот так на один укус. Я думаю, что мой рот справится за один раз это съесть, лишь бы я не обжегся. Хороши, собаки. Хороши. И мне сладкого нельзя. Но я сейчас себе очень представляю, какими они были бы, если бы они были сладкими. Это тоже было бы очень и очень неплохо. Так что, ребята, читать художественную литературу порой очень полезно. Читайте русских классиков, читайте иностранных классиков. И при этом никогда не забывайте, что Гоголь – это не Гугл. Пока это была зона Лазерсона. И ее главное лицо – сам Лазерсон. Субтитры сделал DimaTorzok